Сегодня, через эту проповедь, я хочу, чтобы мы проверили свою веру. Почему мы не получаем ответ? Если мы не получаем ответ, то нужно проверить свой уровень веры. И через эту проповедь, я надеюсь, вы проверите свою веру. Аминь. Сегодня мы не проверили свою веру. Писание, Ефесянам, 4 глава, 13 стих. Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия в Муже Совершенного в меру полного возраста Христова. Вы понимаете, что это значит? Кто-то знает Бога. У них есть знание. У них есть какое-то знание. Но это не соответствует их вере. Наши знания должны совпадать с нашей верой. Когда ваши веры совпадают с вашими знаниями, в Библии сказано, в Муже Совершенного. Это истинные дети Божьи. Вы понимаете? Мы знаем о Боге. Мы знаем об Иисусе Христе. Мы знаем о работе Духа Святого. Но, пожалуйста, знание и вера — это не то же самое. Если знать что-то, о чем-то, да, вы знаете, что нам нравится. Если вы кого-то спросите, вы знаете Иисуса Христа? Да, они скажут, да, мы знаем. Да, я слышал о Нем. Но мы не можем быть уверены, что они верят в Иисуса Христа. Вера и знания. Многие христиане, они отличаются. И в этом заключается проблема. И согласно сегодняшнему месту из Писания, мы все придем в единство веры и познания Сына Божия. То есть первое — проверьте свою веру. Наша вера, есть два вида веры. Ой, нет, пастор, у всех одна и та же вера. Если вы хотите сказать так, то, что вера у всех не одинаковая. Но на самом деле вера у всех не одинаковая. У каждого разный уровень веры. И вера, у кого-то есть истинная вера. У кого-то другая вера. Поэтому мы говорим о вере. Есть два вида веры. Первое — мы такую веру называем духовной верой. Духовная вера. Но это духовная вера. Благодаря этой духовной вере вы можете получить ответ от Бога. Бог признает вашу веру. Это духовная вера. Противоположная вера. Другой вид веры — это плотская вера. Плотская вера. Что же такое плотская вера? Если вы знаете об этом, тогда вы можете понять, что такое духовная вера тоже. И я вам расскажу, что такое плотская вера. В трех аспектах. Первое — у того, кто имеет плотскую веру. Первое — Слово Божие — это как знание, только в их разуме. На самом деле, в Библии сказано от Марка 9, 23 стих. Если сколько-нибудь можешь, если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. Матфея 8, глава 13 стих. «Иди, и как ты веровал, да будет тебе». Такая вера очень сильная. И когда вы слышите об этом, «Да, я верю». И вы просто сохраняете это знание в своем разуме. Просто как знание. Кто-то очень хорошо знает Библию. Кто-то очень хорошо может учиться о Библии. Но если вы думаете, в этом случае, что вы знаете Божье Слово, и когда вы слушаете сегодняшнюю проповедь, если вы думаете, «Я знаю», тогда проверьте, «Ваше знание в вашем сердце или только в вашем разуме». Вы думаете, что вы знаете, и вы говорите, но тогда проверьте. Это знание в вашем разуме или в вашем сердце. Пожалуйста, проверьте это. И многие люди, они очень хорошо учат другим в церкви. Когда они видят что-то, они очень хорошо дают советы другим братьям и сестрам. Их исповедание превосходно. Кто-то говорит, «Я не могу жить без Иисуса Христа». «О, Иисус, ты моя любовь». «Я действительно верю в Бога». Но в своей жизни насколько он практикует Божье Слово? Насколько он переживает Божью силу? Даже если вы говорите, вы признаете снову вашей жизни. У вас нет никакого переживания силы Духа Святого, работы Духа Святого. Тогда, пожалуйста, проверьте свою веру. Действительно ли у меня истинная вера? Действительно ли у меня духовная вера? Или это Божье Слово просто остается знание в моем разуме? Не забывайте, Бог видит ваше сердце. Он не только слышит ваше исповедание. Он не проверяет, сколько у вас знаний. Но Он действительно будет смотреть ваше сердце. Насколько вы верите в вашем сердце. Первое. Плотская вера. Божье Слово сохраняется только в их разуме. Тогда они не могут согласиться с Богом если что-то такое, с чем они не согласны. Если что-то они не понимают. Если что-то отличается от этого знания, тогда они сразу же не могут сказать аминь. Вы понимаете? Первое. Если у вас только плоская вера, как такой человек, он хранит Божье Слово в своем разуме без действий, без практики. они не практикуют Божье Слово. Это первый аспект. Я верю в Бог. Я люблю Иисуса Христа. Может быть, может быть, может быть, вы можете найти таких людей приходите в церковь. Вы не храните День Господень. Одна из десяти заповедей. Храни День Господень Святости. Это Божье Слово. Вы знаете, у вас есть это знание. Но в своей жизни, на воскресенье, насколько вы действительно исполняете Божье Слово, насколько вы действительно относитесь к воскресенью как к Господню Дню. В воскресенье вы не приходите в церковь. И вы говорите, я люблю Иисуса Христа. Пожалуйста. Это действительно духовная вера. Мы должны давать десятину. Все благословения от Бога. Бог дает нам эти благословения. Вы говорите, да, Бог благословляет меня, но вы не даете десятину Богу. Бог Отец говорит, если вы даете свою десятину, вы действительно будете переживать великие благословения. Вы можете даже проверить меня Бог сказал, мы не можем проверять Бога. но только в одно в десятину. Бог сказал, вы можете проверить Бог. Если вы даете десятину, вы можете проверить насколько вы благословены. 30 раз, 30 раз, 60 раз, 100 раз, вы получите благословение. Это Божье Слово. Но вы имеете это только как знание. Но вы не можете давать десятину. Вы не практикуете этого. Я верю, что вы можете дать ответ. Эта вера плоская вера или духовная вера? И третий, последний аспект. Что такое духовная вера и что такое плоская вера? Третий аспект. Вы верите, верите только тогда, когда это совпадает с вашими мыслями и знаниями. Сегодня вы тоже хорошо слушаете проповедь. Спасибо вам. Вы слушаете так. Да, да. Да, это правда. Да, я соглашаюсь. Я думаю, это так. Да. И вы верите. Вы принимаете. Вы говорите «Аминь». Но теперь я говорю, вы знаете, по молитве ваш рак может быть исцелен. И тогда вы думаете, «О, это правда?» Если кто-то дает свидетельство в больнице, «Я умру через два месяца». Кто-то в больнице говорит, что через два месяца вы умрете, но по молитве я буду исцелен. И когда вы слушаете это, да, это правда, вы сомневаетесь. В Библии Петр он шел по воде. И тогда вы думаете, «О, это правда?» Моисей разделил Красное море. И в Библии объясняется это, что в этом регионе вода не очень глубокая. Кто-то начинает объяснять, что в этом регионе вода не очень глубока. Поэтому люди могут идти так. Почему они начинают так объяснять? Потому что согласно их знаниям они не могут верить. Но в Библии из книги бытия до конца Библии до откровения все Божье Слово все там истина. Все обещания Божьи это истина. Иисус скоро придет. Второе пришествие Иисуса. Вы верите? Аминь. Спасибо. Спасибо, что верите. Тогда проверьте свое сердце сейчас. Представьте, когда Иисус придет, мы услышим мы услышим трубу и я услышу, как Иисус зовет меня по имени. Иисус позовет меня и тогда я буду восхищен. Нет, как я могу пойти? Как я могу туда попасть? Как я могу попасть в небо? Я не могу в это поверить. Пожалуйста. Наше тело изменится. Как у бабочек. Многие люди в Библии верят во что-то. но когда они что-то слышат и вы никогда об этом не слышали или вы никогда не переживали это и тогда согласно вашим знаниям вы не можете принять это и тогда вы не послушаетесь этому. Вы не говорите аминь. Тоже, например, десятина. В Библии сказано если вы даете десятину вы получите великие благословения. Но в вашей жизни сейчас у меня 500 евро но мне нужно за многое заплатить. Мне нужно что-то купить. что-то подготовить. Но если я дам 50 евро как десятину у меня не будет достаточно денег. Сначала вы высчитываете. Как вы можете дать 50 евро Богу? Вы не можете согласиться. И вы не даете. но даже если вы не можете но вы пытаетесь. Вы даете 50 евро как десятину и тогда сразу же вы будете переживать большую радость. Потому что это радость от Бога отца. когда вы послушаетесь тогда Бог дает такую радость. И у вас большой мир в сердце. И тогда у вас будет уверенность. Да. Да. Я снова отложу 50 евро это ничего. И вам нужно отремонтировать машину. вы идете в гараж и обычно вам нужно заплатить 300 евро. Но вдруг работник говорит нет вам не надо ничего менять вы можете только просто поменять фильтр и это будет стоить 50 евро. Вы понимаете? когда вы храните Божье Слово, когда вы послушны Божьему Слову, тогда Бог защищает и хранит вашу жизнь. хранит вашу жизнь. Я встретила живого Бога Иисуса Христа 20 лет 20 лет назад. Когда мне было 25 лет я встретила живого Бога. Но вы знаете, до сегодняшнего момента я никогда не ходила в больницу. И я не использовала никакие лекарства чтобы получить исцеление. Да, я хожу к стоматологу, чтобы почистить там все. Но в другие больницы я не хожу. Почему? Каждый раз я проверяю себя с помощью Духа Светового, насколько я хранила Божье Слово, насколько у меня духовная вера. Аминь. И третий аспект последний. Если у вас духовная вера, когда вы слышите какое-то учение от вашего пастора, пастор вам говорит, брат, пожалуйста, молитесь, молитесь усердно, взывайте к Богу. тогда вы увидите великие дела. В Еремии в Библии сказано, взывайте, усердно взывайте к Богу, и я покажу тебе что-то, чего ты не знаешь, и я отвечу тебе. Взывайте. Иисус Христос, когда Он молился, Иисус, Он Божий Сын, и как Божий Сын, как Он молился? В Гефсиманском саду? Он молился очень усердно. Вы знаете, в Израиле вечером холодно, холодно. Но Иисус у Него были капли пота, которые казались как кровь. Как Он мог потеть, если погода такая холодная? Если Он так тихо молится, Он замерзнет. Но Он усердно молился, «О, Бог, Отец, пожалуйста, помоги мне, ответь мне». Он взывал Богу. И тогда Он потел. Когда вы слышите об этом, «Ой, нет, я не могу кричать, я не могу взывать мой характер так, что я очень тихо всегда молюсь. «О, Бог, Отец, помоги мне, пожалуйста, дай мне ответ. Ты знаешь все. Это мой характер. Но как я могу взывать? Господь, вы не послушны этому слову». Даже это очень просто, но на самом деле это не мало. Это секрет молитвы. Вы должны молиться усердно. Аминь. Не только насчет молитвы. Когда вы слышите Божье Слово, когда вы слышите проповедь, вы слышите, «Да, да, это хорошо. Да, я могу согласиться. Да, это совпадает с моим знанием, с моим образованием. Да, это хорошо. Да, я это переживала уже. Да, аминь. Но что-то, «Ой, нет, 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 я не могу это понять. Это не моя культура. Наша культура отличается. Пастор Кристина, вы из Азии. В Европе все отличается. В Библии наша Библия не отличается. Божье Слово тоже у всех. В чем-то вы послушны, в чем-то непослушны. Пожалуйста, будьте послушны 100%, если это Божье Слово. Если это истина, если это благость. Аминь. Я надеюсь, что вы все будете молиться, чтобы получить духовную веру. И благодаря духовной вере все возможно. Для того, чтобы получить духовную веру, первое, проверьте ваш уровень веры. Какой у меня вера? До сих пор у меня плотская вера. Или у меня это все остается как знание, без всякого действия. Второе. Иногда я очень хорошо работаю, но после одного месяца, через месяц, через год, я вдруг пропадаю. Вы меняетесь. Или что-то, если вы верите, вы можете поверить, с чем вы можете согласиться, и это совпадает с вашими знаниями, и вы говорите Аминь, но в Библии что-то, есть что-то, с чем вы не согласны, вы не можете это принять. Это плотская вера. Если это в Библии, если это Божье Слово, пожалуйста, будьте послушны. Да, конечно, мы не можем быть послушны неистине, неправда. В воскресенье, очень важно сохранять мир в семье. В семье мы должны хранить мир. И кто-то из вашей семьи, ой, мы сегодня останемся дома, не ходи в церковь, и когда вы это услышите, ой, да, я должен послушаться, ой, да, я должен послушаться, да, я должен сохранить мир. Пожалуйста, если вы послушаетесь этого, тогда вы разрушите мир с Богом. Вы должны быть послушны Божьему Слову. Вы должны быть послушны истине. Аминь. И через сегодняшнее Слово я надеюсь, вы сможете проверить и, пожалуйста, молитесь, чтобы получить духовную веру. Действительно, благодаря духовной вере все возможно. Ваши физические проблемы, духовные проблемы, проблемы в служении, проблемы в семье, на рабочем месте, в вашей школе, на все это вы можете получить ответы. Пусть Бог благословит вас, чтобы вы получили духовную веру. Аминь. Давайте помолимся вместе, думая об этой проповедине.